всем привет добро пожаловать на эфир с вами хана зельцер на сегодня нарисован на мне флаг израиля очень очень символично мне почему-то захотелось так сделать потому что наш с вами сегодняшний эфир будет посвящен нашей земле израиля нашей святой земле нашей земле текущей молоком и медом потому что израиль исполнилось 72 года с момента когда израиль провозгласили независимым государством всем шалом добро пожаловать на эфир всем шалом мы немножко немножко еще немножко подождем пока все подключатся вот сегодня мы с вами будем поздравлять наш израиль я расскажу свою историю как я сюда попала как я хотела сюда попасть вот всем шалом с днем рождения страна и всем шалом еще буквально парочку минут подождем все пока будут подключаться я сегодня немножко креатива добавила в свой эфир всем шалом шалом всем привет шалом шалом феде сергей шалом всем привет ну что ж начнем и мне было тогда 15 лет когда я впервые прилетела в израиль по молодежной программе у нас было 10 дней для того чтобы побыть в израиле но это не так ли так ли там я тоже была но чуть чуть позже а сначала это было был как такой молодежный семинар мадриховский для вожатых для лидеров молодежных молодежных клубов в общем я приехала вместе с ними и израиль меня в прямом прямом смысле просто заворожил и не знаю поглотил меня и все и влюбил меня в себя потому что здесь мы были у бедуинов мы катались на верблюдах пальмы не знаю жара кучу кучу туристов все такое новое незнакомое иерусалим который весь туристический город там очень много туристов на мертвом море когда мы были да это что-то новинка какая-то была для меня и конечно же каждый человек наверняка кто побывает в израиле очень многие скажут что я хотел сюда вернуться я люблю эту страну и то же самое было у меня я еще была маленькая девчонка я помню я хотела забрать свои документы со школы я хотела уйти со школы но благо умные люди меня остановили что ты там будешь делать все-таки тебе нужно получить какое-то образование какую-то основу до набраться опыта даже не то что это бумажка образование просто во время учебы ты таки да набираешь себе накапливаешь опыт который ты потом с собой носишь и баруха шем что меня таки да остановили хотя я очень рвалась в израиль потом у меня были еще поездки в израиль таглитом наверняка вы многие знаете поездку таглит это 10-дневная поездка для евреев с 18 до 3 до 28 или до 32 лет я не помню и тоже мы гуляли мы гуляли мы путешествовали мы смотрели гора массада там история этой горы горы что когда воевали еще очень 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 давно и и группа группа людей она осталась на этой горе и хотели их завоевать и они не дали себя завоевать они там друг друга поубивали в общем скинули с этой горы в общем и мы когда вот видели эти все виды израильские да когда перед твоими глазами вся эта история она оживает ты понимаешь что вот здесь вот ходил наш праотец авраам вот здесь может быть здесь это происходило иерусалим это же здесь был наш храм стена плача это же здесь было да кстати по поводу стены плача очень очень святое место да это единственная западная стена от забора которая осталась от всего храма все остальное разрушили так вот я у каждого у каждого разные эмоции были впечатления да от того как они побывали первый раз у стены плача я тоже думала стена плача наверное это что-то вау я готовилась и мне было так обидно что я была на стене плача и я не то что не почувствовала я не могла плакать я хотела плакать я такая почему я не плачу но я же хочу плакать я же здесь всевышний я с тобой и у меня не получалось и не знаю потом конечно было я второй раз третий раз и конечно мне мне получалось до растопить свое сердце но вот первый раз не было вот такого как все рассказывают вау скажите если вы были в израиле у вас было вот это вау на стене плача и кстати напишите если вы были в израиле вот и значит я такая вся влюбленная страной каждый раз я здесь была где-то раз шесть до того как переехала и каждый раз я возвращалась и я говорила всем я не хочу здесь жить мне казалось украина такой серой хотя тоже обожаю одессу украину но мне казалось что в израиле так хорошо здесь моя страна я как будто бы домой сюда возвращаюсь и я реально думал что все я заберу документы с университета все я уезжаю но меня останавливали баруха шем и значит последний курс университета я заканчиваю университет и конечно же я думаю о том что мне делать дальше и был был выбор у меня или мне лететь в израиль или же есть такое место учебное место как университет махон для девочек в америке в нью-йорке и я вела переговоры в общем я решила что я полечу в америку я заполняла медицинские карты я заполняла все документы которые нужно с моего университета что я закончила учебу здесь там что я согласна на визу документы я проходила собеседование с раби с одним раввином потом со вторым раввином потом с его секретарем в общем я проходила все эти собеседования и учила учила интенсивно английский и в какой-то момент у меня у меня ши дух с моим мужем и когда я уже получила добро мне сказали что да я подхожу что да я лечу и что меня принимают в америку в этот махон в этот университет который я это мне заняло где-то больше чем полгода да вот эти все переговоры документы справки вот я реально думала что я буду учиться в нью-йорке все но благодаря ши духу с моим мужем он меня перехватил и я не успела полететь в америку в нью-йорк барухашем я благодарна моему мужу спасибо большое вот и так я приехала к мужу в израиль переехала к нему у нас здесь была хупа вот и уже барухашем второй год и мы живем в израиле и чему я очень благодарна реально я мы можем ехать в машине и я говорю вау посмотри посмотри как красиво круг мы можем идти на улице и я говорю вау вау посмотри как тут классно всевышний спасибо что мы живем на нашей земле это погода эти люди здесь какая-то энергетика какой-то ритм здесь да бешеный ритм он отличается от украины потому что здесь меньше выходных из-за того что шапа пятница и суббота это выходной но пятница это подготовка к шабату и ты не понимаешь что это выходной и суббота это шаба ты никуда не можешь выехать семьей ничего и воскресенье работа то есть в украине это немножко более чувствуется что есть выходной воскресенье потому что честно говоря после шабата тоже хочется отдыха после отдыха хочется отдых и да жизнь в израиле она такая скажем так я могу сравнить она очень очень энергично здесь время реально летит быстрее но при этом здесь не знаю может это просто я так но я здесь реально счастливей счастливее может это тоже из-за того что я вышла замуж но во всяком случае я рада быть в израиле я благодарна всевышнему и конечно когда я была в одессе я только мечтала жить в израиле то я была подписана на многих блогеров которые писали про израиль я слушала израильскую песню я учила иврит я бредила израилем я смотрела фотографии израиль 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 я реально вот прям помешана на израиль правда вот и в сегодняшнем эфире я хотела бы вам посоветовать книгу если кто-то интересуется израилем становлением израиля эта книга реально читая которую я плакала на взрыв эта книга называется исход эксодус леона юриса она выглядит вот так книга леона юриса место встречи эта история о нашем еврейском народе о том как потом и кровью мы воевали за нашу землю это и здесь написана история как например корабль который из великобритании он бежал и хотел попасть в израиль и в хайфе но не принимали его не могли принять этот корабль да потому что это беженцы как вы можете и два месяца они там объявляли голодовку их не при ну в общем реально потом и кровью как 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 террористы нападали как перекрывали поселениях не было воды террористы перекрывали пути нападали на все машины которые там везли воду да реально это очень очень сильная книга о сильном о нас о сильном народе который добился добился своей святой земли уже 70 на протяжении 72 лет мы живем в израиле израиль превратился из пустыни в процветающее государство в израиле если сравнивать да на население то самое большое количество хай-теков самые блин умы да здесь все так быстро развивается и тоже из-за этого течения скажем так быстрого и и за это я обожаю израиль хоть мы и маленькая страна хоть мы и маленький народ среди всех всех народов в мире но мы сильные но мы до достигаем но мы со всевышним и чувствуется поддержка всевышнего да и вот эта книга прочитайте и не пожалеете и правда я предупреждаю вы будете плакать она вызывает очень сильные чувства но еще она вызывает большую любовь к израилю когда ты видишь как кибуцы да как маленькие поселения как это все строилось ты просто думаешь а что я могу сделать для этой земли а что я могу сделать для этой страны вот поэтому вот так советую рекомендую вот сегодня был вот такой вот у нас с вами эфир о моей любви к израилю потому что да я очень люблю израиль я очень люблю нашу святую страну вот мазальтов нам всему еврейскому народу мазальтов израилю и спасибо всем большое за эфир всем пока пока я молодец самарах